В этот осенний солнечный день столица трижды орденоносной Украины, город-герой Киев, готовился к не совсем обычному для него празднику. Однако интерес к нему был столь велик, что новый и, как утверждают специалисты, лучший в стране ипподром не мог мстить все желающих. Двенадцатые всесоюзные соревнования иконников, колхозов, совхозов и конных заводов открываются парадом участников. Командует парадом герой Римской Олимпиады заслуженный мастер спорта Сергей Филатов. Впереди праздничной колонны герой Советского Союза Михаил Кантария. Нынешним соревнованиям предшествовали сотни отборочных турниров и лишь лучшие из лучших завоевали почетное право защищать спортивную честь своих знамен на всесоюзном форуме конного спорта. Это простые труженики села, те, чьими руками выращиваются высокие урожаи, те, кто влюблен в мужественный и удивительный по своей красоте конный спорт, Те, кого восторженно встречали трибуны Вены из Кокгольма, Кёльна и Хельсинки, Парижа и Лейпцига, Копенгагена и ипподромов Америки. За последние годы ими одержано 380 побед на международных турнирах. Рысистый заезд. На классической дистанции 1600 метров разыгрывается приз имени РСФСР. Вперед вырывается четырехлетний жеребец Гравео, фонд завода культура Воронежской области. Управляемый опытным Федором Рассыпко, он показал время 2 минуты 10,2 секунды. Дан старт на приз имени Министерства сельского хозяйства СССР. Дистанция 2400 метров. Вперед устремляется номер 10. Это жакей Левадный на жеребце Фатум Ташкентского племсовхоза. Последняя прямая. Левадный увеличивает скорость. Финиш. Победа. Министр совхоза в Украине товарищ Поплевкин поздравляет победителя и вручает почетный кубок. Большой интерес зрителей вызывает популярная у народов Средней Азии и Казахстана игра к иску, что означает «догони девушку». Джигит должен догнать свою невесту, и тогда он получает право на поцелуй. Но если ему это не удается, тогда девушка сама догоняет неудачливого и наказывает за отсутствие спортивной формы. Спортивная игра из Синди. Выступают команды Грузии и Армении. В этой игре спортсмен должен попасть копьем своего противника, и тогда его команда получает очко. Если же противнику удается поймать копье, очко получает его команда. Разыгрывается приз газеты «Московская правда». Скачка для девушек. Дистанция 1600 метров. Участники соревнуются на лошадях полукромных пород в возрасте 3 лет и старше. Вперед вырывается представительница команды РСФСР Тумарева на жеребце-эгоист «Кони завода» имени 1-й конной армии. Тумарева первой достигает финиша, принеся своей команде еще одно очко. Игровое поле стало центром спортивных баталий. Чевган, Исинди, Схенбурти – народные игры, насчитывающие многовековую историю. За последние годы на ипподромах нашей страны они получили свое второе рождение. Проследим за ходом спортивной борьбы. Мы не имеем возможности показать все народные игры. За время соревнований их было 20. Но на одной, несколько позже, мы еще остановимся. Решается судьба приза имени города-героя – Москвы. На дистанции 2400 метров – русские тройки. Прямо со старта взят очень сильный темп бега. Скорость возрастает – 50. 55. 60 километров в час. Первое место, а с ним и почетный приз, достался экипажу из Казахстана, во главе с навязником Поповым. В борьбу вступает сила, мужество и ловкость. Кок-парк – это старинная игра, раньше собирала по несколько тысяч всадников самых сильных и ловких. В этой игре победа присуждается той команде, которая наибольшее количество раз за отведенное время доставит тушу козла в свою зону. Обратите внимание, вместе со всадниками в игру вступают и лошади. Без такого дуэта не победить. Команда Таджикистана снова демонстрирует высокое мастерство. На двухкилометровой дистанции четверки горячих скакунов, пряженых в легендарные буденовские тачанки. Острая борьба на приз имени города-героя Бреста. Тачанка конного завода имени Буденного Ростовской области под управлением Савочки первой выходит на финишную прямую. И с отличным результатом 2 минуты 47 секунд завершает дистанцию. Конники России вписывают в свой актив еще одно очко. Конкурное поле. Разыгрывается приз имени Латвийской республики. Эти соревнования имеют свою неповторимую эстетику и своих постоянных поклонников. Победитель конкура Борис Трижанов РСФСР. Соревнования окончены. В итоге первое место заняли конники России, второе и третье поделили спортсмены Украины и Казахстана. Двенадцатые иконоспортивные состязания превратились в подлинно народный праздник, еще раз подтвердив большую любовь нашего народа к спорту смелых и мужественных. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok